Здравствуйте, меня зовут Надежда Мещерякова и это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы с вами поговорим о поступлении в Институт международных отношений Казанского Федерального Университета. На ваши вопросы сегодня ответит Иммудинова Альбина Марселевна, заместитель директора по международной деятельности, руководитель Центра профориентационной работы и международного сотрудничества. Здравствуйте. Далее Ильикова Лилия Эрстовна, заместитель директора по международной деятельности, а также Раков Степан Сергеевич, председатель студенческого совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как обычно, можете задавать свои вопросы в нашем инстаграм-аккаунте КФУ. Мы обязательно на все ответим. Итак, начнем, наверное, со вступительного слова. Предоставляю слово вам. Добрый день, дорогие наши подписчики, подписчики Казанского Федерального Университета. Здесь у нас еще параллельно проходит другой инсталайф в АСК-ИМО. Это как раз для абитуриентов Института международных отношений. Сегодня мы приветствуем вас на таком уже традиционном мероприятии для наших абитуриентов. В течение всего года перед вами выступали руководители высших школ, это деканы высших школ, и презентовали программы направления подготовки как бакалавриата, так и магистратуры. Сегодня же у нас несколько другое выступление, оно отличается. Сегодня я хотела бы представить в целом Институт международных отношений, и далее я уже передам слово своим коллегам. Но хотелось бы, конечно, пару слов сказать о самом Институте. Этот Институт, Институт международных отношений, это такой мощный научно-образовательный многофункциональный центр. Это одно из самых крупных подразделений Казанского Федерального Университета. Но свою историю начинается с 1804 года, и нам уже в будущем году исполнится 8 лет. На самом деле, на данный момент у нас проходит обучение ребята из 46 стран, и более тысячи из них являются иностранными гражданами. А в целом в Институте международных отношений обучается свыше 6000 студентов. Обучение проводится по 12 направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. На каждом из направлений подготовки наши студенты изучают по два иностранных языка. А на некоторых профилях подготовки студентам дается уникальная возможность изучить еще и третий иностранный язык. Линейка Института международных отношений, линейка языков, она представлена как восточными, так и европейскими языками. Среди них это и английский, естественно, немецкий, итальянский, испанский, корейский, португальский, русский, как иностранный для наших дорогих иностранцев. Ну и многие другие иностранные языки. Важно отметить, что преподавание наших иностранных языков это основной, это такой ключевой момент для Института международных отношений. Ведь преподавание ведется как носителями языка, так и профессиональными лингвистами. Ведь именно в нашем институте работает настоящий переводчик, синхронист Латып Фниас Растанович, который является переводчиком президента республики Татарстан. И это очень важные такие моменты. Также, конечно, хотелось бы отметить и то, что в нашем институте работают носители языка из разных стран. Вот Лилия Эрмстон, я думаю, также расскажет и из Бразилии, и из Португалии. И это действительно, это и именитые ученые, это реальные преподаватели, лингвисты, переводчики, носители языка, которые постоянно работают с нашими дорогими студентами. Более того, у нас очень развитые стажировочные программы, да, и более 700 студентов ежегодно у нас выезжают на международные языковые стажировки в вузы-партнеры, которых на данный момент насчитывается у Института международных отношений более 200, а точнее 226 вузов-партнеров из 65 стран. Ну и сейчас, да, вот более подробно, наверное, об этом расскажет Лилия Эрмстон Ильикова, да, которая является заместителем директора по международной деятельности. Она как раз осветит основные перспективные направления подготовки, да, направления в целом и по развитию, и по науке, да, Института международных отношений. Я передаю слово вам. Спасибо большое, Альбина Марсельевна. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие наши будущие, надеюсь, коллеги. Я бы хотела рассказать о том, какие цели перед собой ставит наш Институт и как мы планируем развиваться. Я думаю, что о направлениях подготовки в целом наверняка вам уже рассказывали в предыдущих эфирах, поэтому, может быть, я сосредоточилась бы на том, какие в целом направления действительно, как мы будем развиваться. Традиционно наш Институт считается центром развития востоковедения и востоковедческих исследований. Это наша сильная точка. И вместе с этим мы планируем развивать и другие направления сотрудничества, в частности, открывать для себя и европейские направления, и латиноамериканские направления. Об этом я хотела бы немножко подробнее сказать, потому что сама я специализируюсь на итальянском языке, поэтому и направление сотрудничества с этой страной мне ближе, может быть, я о них могла бы рассказать больше. В частности, наш Институт является уже несколько лет участником программы ПРИЯ, это программа для консулата итальяна Нельмоско, это программа развития итальянского языка в России. И какое-то время назад, когда эта программа только начиналась в России, в ней участвовали практически только московские вузы. И мы, наверное, стали одним из первых вузов региональных, который у себя эту программу внедрил. При поддержке консульства Италии у нас проходят и мероприятия, в последнее время все больше онлайн, конечно, в рамках которых мы сотрудничаем с итальянскими вузами. У нас проходят Дни итальянской культуры, недели итальянского языка. Достаточно долго мы проводим уже День европейских языков, он традиционно проходит в сентябре, и в рамках этого Дня языков мы проводим открытый урок иностранного языка. В частности, всегда у нас там представлен итальянский язык, португальский язык тоже. Достаточно много коллег, с которыми мы работаем у нас иностранных, и здесь я хотела бы выделить, например, мы сотрудничаем с университетом Милану Статали, это университет, который входит в рейтинговые университеты по направлению гуманитарной и социальной науки. Мы, конечно, стараемся привлекать таким образом, чтобы у нас наши коллеги зарубежные были привлечены не только в рамках преподавания языка, но и в рамках каких-то научных исследований. Мы приглашаем их на свои мероприятия, и мы стараемся, чтобы у нас оставались следы вот такого сотрудничества в виде наших научных статей, потому что публикационная активность, в частности, международная коллаборация в публикационной активности для нас это один из приоритетов. Именно таким образом мы оказываем, как это называется, академик импакт, то есть вносим свой академический вклад уже в репутацию всего вуза. Кроме того, у нас давно сложившиеся отношения с Миланским католическим университетом, это один из самых престижных итальянских вузов, расположенных в Милане, вуз с достаточно давней историей, в котором также социальные и гуманитарные науки очень хорошо развиты. В последнее время, конечно, пандемия нас немножко в этом плане подвела, мы не могли не выезжать, не приглашать к себе коллег, тем более, что вы помните, что в Италии была сложная ситуация, особенно год назад с вопросами эпидемиологии, но тем не менее отношения мы поддерживаем, к счастью, все наши коллеги живы и здоровы, и мы планируем, что в дальнейшем мы все-таки будем выходить уже на очное сотрудничество. Мы также развиваем сотрудничество с парижскими университетами, с французскими, для нас это тоже очень важно, потому что одно из наших, наверное, перспективных направлений, это все-таки российские исследования Russian Studies, которые часто интересуют наших зарубежных студентов и наших зарубежных коллег, которые планируют развивать с нами сотрудничество. Это одно, скажем так, из направления на ближайшие 10-15 лет. Это такая перспектива, поскольку Россия все-таки и российский период, и советский период истории вызывает очень большой интерес у наших коллег. И здесь мы как раз планируем сотрудничать как с французскими вузами, Париж-Нантер, например, где у нас есть наш коллега, который занимается как раз развитием русистики. У нас есть наши коллеги в Скандинавии, в Швеции, несколько исследовательских центров, которые тоже заинтересованы в этой тематике, и мы планируем в дальнейшем как-то развивать с ними сотрудничество, привлекать их к нашим мероприятиям для начала. Ну и традиционно, конечно, немецкие коллеги, с которыми у нас много мероприятий, с которыми у нас много сотрудничества. Тут, наверное, меньше всего проблем и в очном их участии. И как я, как уже Альбина Марсельна в самом начале сказала, и как я хотела отдельно рассказать, для нас, конечно, очень перспективное направление – это Латинская Америка. Буквально на днях, вот с 20 по 22 мая у нас в гостях была делегация посольства Бразилии в составе первого секретаря этажа по культуре, по вопросам образования и научной дипломатии. И это для нас достаточно серьезный шаг в развитие сотрудничества, поскольку речь идет не только о преподавании бразильской версии португальского языка, а это, я хотела бы отметить, это большая редкость на самом деле, потому что в России сейчас работает только один присланный преподаватель-бразилец по программе грантов Министерства образования Бразилии, он работает в Москве. Мы, с своей стороны, тоже, конечно, привлекаем, очень заинтересованы в том, чтобы у нас бразильские коллеги работали, и как раз этот аспект сотрудничества мы обсуждали с представителями посольства. Для нас действительно это очень важно, чтобы наши студенты, чтобы наши перспективные студенты имели возможность изучать различные языки, причем именно такие языки, которые позволят им в будущем быть конкурентоспособными на рынке труда. Это очень важно. И действительно, мы получили поддержку в этом плане, наша заинтересованность, она откликнулась в Бразилии, есть уже целый ряд вузов, которые с нами хочут сотрудничать. Опять-таки, на прошлый год планы были немножко заморожены по всем понятным причинам, но мало-помалу все восстанавливается, авиасообщение, мы думаем, что когда-нибудь будет восстановлено, планы большие, у нас уже есть перекрестное участие наших сотрудников и сотрудников бразильских вузов в наших научных журналах. Мы планируем проведение совместной какой-то мобильности студенческой и мобильности академической. Это действительно было бы очень ярким шагом, потому что раньше так, конечно, говорили про итальянцев, что итальянец — это веселый русский. Но вот в этот раз я услышала то же самое высказывание от бразильских коллег, что бразилиц — это тот же самый веселый русский. Поэтому, как они сказали, мы хотели бы принести вам немножко больше солнца, немножко больше улыбок, немножко больше вот такой, может быть, вида бразилейра, как это было сказано. Поэтому планы у нас большие, будем надеяться, что все сбудется. И если вы, надеюсь, что будете нашими студентами, у вас большие перспективы. Те сочетания языков, которые мы даем, это практически эксклюзивные зачастую. Те исследования, которые ведутся у нас, это всегда очень качественные, выстраданные. Очень ответственно наши преподаватели подходят к своему делу, и наши ученые очень заинтересованы в том, чтобы мы как-то присутствовали на мировой арене, и с тем, чтобы наши студенты выходили все-таки конкурентоспособными, с очень широким и вместе с тем с очень особенным набором знаний. Спасибо. Спасибо большое, Лилия Эрнстовна. Ребята, на самом деле, пока вы думаете, какие там вопросы нам еще позадавать, на самом деле Лилия Эрнстовна очень важный аспект подчеркнула, что у нас развита не только международная деятельность, вот те вузы, которые как раз она сейчас упомянула, с ними мы работаем, с ними мы работали до этого и будем работать. Соответственно, ребята у нас выезжают на международные языковые стажировки вот в эти вузы-партнеры. Но это касается не только именно стажировок, но еще и касается научных коллабораций. Вот Лилия Эрнстон у нас как раз отвечает за публикационную активность института, знает не понаслышке, что это такое, и действительно для будущих магистров, я знаю, что среди нас, среди вас, подписчиков, такие тоже есть. Те ребята, которые сейчас заканчивают бакалавриат, это действительно те ребята, которые затем будут поступать в магистратуру и в аспирантуру, они должны иметь при себе в любом случае портфолио. И как раз эти публикации, они закладывают основу этого портфолио, поэтому это очень важные моменты. И то есть не обязательно выезжать в вуз, в страну, самое главное, с ними можно коммуницировать, это как раз Лилия Эрнстон, она помогает нашим студентам в этом, и нашим преподавателям в том числе. Поэтому это очень хорошая коллаборация. Но на самом деле, вот мы сейчас подчеркнули общее для бакалавров и для магистров. Есть еще два аспекта общих для наших бакалавров и для магистров, это общежитие и студенческая, а точнее яркая, насыщенная студенческая жизнь. Я хочу предоставить слово Степану Ракову, которая является председателем студенческого совета нашего института, нашей гордости. Степан, тебе слово. Спасибо большое, Альбина Марсельевна. Здравствуйте, уважаемые подписчики, абитуриенты, будущие первокурсники. Как уже Альбина Марсельевна сказала, меня зовут Раков Степан, я являюсь председателем студенческого совета и правобюро Института международных отношений. И, наверное, расскажу вам про наше студенчество. Как уже сказали, оно у нас яркое, мощное, сильное. У нас представлено большое количество направлений, где абсолютно каждый первокурсник может себя найти абсолютно в любой сфере. Это как и творчество, спорт, наука, социальное направление, патриотическое. В общем, если у тебя есть свободное время, ты всегда найдешь, чем заняться. Потому что в любом случае ты что-то найдешь в каждом из направлений. Допустим, в культурно-массовом направлении ты можешь выступать на большой сцени уникса с тысячным залом, с зрителями. У нас представлено большое количество танцевальных коллективов, вокальное направление, театральное направление. Если ты в какой-то своей дошкольной среде этим занимался, то ты очень классно можешь это продолжить потом в студенческой среде. Также у нас есть информационное направление. У нас ребята снимают классные видео, фотографируют, устраивают фотосессии. У нас есть социальное направление, где ребята тоже помогают пожилым, животным. В общем, если ты неравнодушен к другим людям, тебе можно идти в это направление. Про что еще можно рассказать? Наверное, спортивное направление. Я хотела бы еще, извините, Степан, перебью. Степан совсем недавно стал председателем студенческого совета. Я хотела бы, чтобы ты рассказал, как ты им стал, почему ты заинтересовался такой активной общественной деятельностью в нашем институте. Скажи свою историю первокурсников. У меня вот тоже так первокурсникам эта волна студенческого актива захватила и несет уже на протяжении трех лет. Был абсолютно во всех направлениях. Вся эта работа меня очень сильно мотивировала, и хотелось самому продолжать развивать вот это все, развивать наш институт. Я в какой-то степени, наверное, огромный патриот своего института, и за счет этого продолжаю свою какую-то деятельность. Недорассказал, у нас еще есть спортивное направление, где представлено большое количество видов спорта. Я как спортсмен, наверное, бы тоже обрадовался. Я сам обрадовался, когда поступал, что представлены почти все виды спорта, постоянно проходят соревнования, как на уровне института, университета, так и на уровне России наши ребята тоже постоянно выступают. Ну и, конечно, у нас вообще просто огромное научное направление. Абсолютно на каждом отделении. Это историческая, лингвистика, международка, где проходят постоянно различные модели. В общем, рассказывать можно долго про каждое направление. Мы, наверное, тут будем сидеть до вечера, если я буду рассказывать абсолютно про каждое направление, потому что я этим живу каждый день. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, или если у вас есть какие-то идеи в будущем появятся, когда вы уже станете первокурсником, какие-то проекты, мероприятия, вот мы будем с вами вместе работать. Я думаю, вам это очень сильно понравится. Также Альбина Марсельна затронула тему общежитий. Да, все наши первокурсники живут просто в замечательнейшем месте этой деревни универсиады. Как правило, студенты-первокурсники живут по 4-5 человек в комнатах. Представлены абсолютно все удобства. Кухня, санузел, кровать. В общем, есть абсолютно все. Также на территории деревни универсиады есть инфраструктура со спортивными площадками, кафе, магазинами, абсолютно со всем. Так что, если бы не учеба, можно было прямо жить, так скажем, в деревне универсиады. Вот, поэтому, как уже сказал, студенчество наше огромное. И наш основной, наверное, девиз – это то, что мы являемся семьей. Ведь у нас огромное количество, мы все разные, историки, лингвисты, международники. И всем объединяемся, всем поддерживаем друг друга и помогаем во всех начинаниях. Вот, наверное, это наша основная идеология, с которой мы идем уже на протяжении 8 лет, как сказала Альбина Марсельевна. Спасибо большое, Степан. Я думаю, что мы можем сейчас перейти к некоторым вопросам, и по ходу мы что-то будем дополнять и рассказывать, потому что рассказывать мы можем бесконечно в нашем институте. Да, сразу хочу сказать, что огромное вам спасибо за такое обширное представление института. И мы сейчас перейдем к вопросам, которые больше касаются процедуры поступления. Поговорим сначала про любимое всеми ЕГЭ, про то, какие предметы нужно сдать, чтобы поступить к вам. Ну, ребят, вот в этом году у нас вступил в силу такой изменения. Если раньше была определенная четкая комбинация того, какие предметы сдает поступающий, в этом году есть определенные изменения. Вот у каждого вуза, у каждого института, в том числе в Казанском федеральном университете, на сайте приемной комиссии вы находите контрольные цифры приема. Это так называемый КЦП. Это основной документ, с которым вы работаете в течение всего лета. Там представлено направление подготовки, затем количество экзаменов, какие это экзамены, какие проходные баллы по этим экзаменам, ну и, соответственно, форма обучения и количество лет обучения. И количество бюджетных мест, количество контрактных мест. Вот этот основной документ как раз и в нем прописано, какие экзамены присутствуют. Для института международных отношений, поскольку вот здесь все направления в основном, за исключением экономики, это социо-гуманитарный блок, здесь основными являются история, иностранный язык, общество знания, русский язык и математика. На педагогическое направление подготовки, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, это история общества знания, история иностранной, европейской, восточной языки, в этом году представлены абсолютно все предметы, сдаваемые как ЕГЭ. Вот в этом году есть ребята, те, которые сдают едино-государственный экзамен, а есть те ребята, которые не собираются поступать в ВУЗ и сдают так называемый ГВЭ, это государственный выпускной экзамен, да, и вот если вы сдаете ЕГЭ или вы сдаете экзамен у нас уже в университете, если вы, естественно, окончили среднепрофессионально-образовательное учреждение, так называемое СПО-учреждение, то вы можете претендовать на сдачу вступительного испытания на базе ВУЗа, того ВУЗа, куда вы поступаете. То есть вы сдаете либо ЕГЭ, либо вы сдаете вступительные испытания на базе ВУЗа, если вы закончили колледж, техникум и другие среднепрофессионально-образовательные учреждения. Что касается варьирования, да, вот этих самых предметов, если раньше было четкое определение экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в ВУЗ, то теперь сам университет, сам институт устанавливает вот эту различную вариацию, да. То есть если вы сдаете вот линейку из предметов история, общество знания, русский, иностранный язык и математика для экономики, то вы можете претендовать абсолютно на все направления подготовки нашего института, на все формы обучения. Вообще в институте международных отношений одна форма обучения, по факту-то очная, но у нас есть так называемая еще вечерняя форма обучения, очно-заочная форма обучения на направлении подготовки лингвистика. Вот вы увидите в контрольных цифрах приема лингвистика очная, лингвистика очно-заочная. И там, и там есть определенное количество бюджетных мест. На очке 35, это большое увеличение, я об этом чуть позже скажу, а на очно-заочной 18 мест, да. Чуть-чуть поменьше, но очень многие сейчас родители пугаются, что же такое за вечерняя форма обучения, как это так. Но на самом деле это для тех ребят, которые вынуждены сами себе зарабатывать на жизнь, они спокойно могут работать до 5 часов и заняться. Там, как правило, начинаются с 17.50 обычно начинаются у нас занятия, и вплоть до 9 часов вечера, ну и суббота полный день. Вот. Что касается экзаменов, да, которые сдаются. Вот в контрольных цифрах приема вы видите самый первый экзамен и самый последний экзамен. Вот эти два экзамена вы сдаете в любом случае, это профилирующие экзамены. То есть самый первый, это профильный экзамен. Обычно у нас это история, да, на международных отношениях, на лингвистики, это иностранный язык, да. На педагогическом образовании это общество знаний, профильный предмет. И серединку вы выбираете. Там будет, допустим, либо иностранный, либо общество знаний. То есть через слэш это прописано. И вы выбираете, какой экзамен вы подаете. То есть результат какого ЕГЭ вы подаете на это направление подготовки. Естественно, будучи умным человеком, вы подадите тот результат, который является наивысшим, да. Ну и, соответственно, уже можете претендовать на поступление либо на контракт, либо на бюджет. На всех направлениях подготовки Института международных отношений с этого года имеются бюджетные места. И в этом году произошло колоссальное увеличение. Практически в два раза увеличилось количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. И, возможно, еще это увеличение и пройдет дальше. Вот. Я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Да, спасибо. Следующий вопрос, который волнует одного из, возможно, ваших будущих абитуриентов. Если моих баллов не хватит для поступления на бюджет, предложит ли мне контрактную форму обучения? Нужно ли сразу подавать документы на бюджет и контракт? Коллега, не прощай, да, если я отвечу? Ну, вот поскольку мы часто так сталкиваемся с этими аспектами, на самом деле я вас, дорогие абитуриенты, все вас буду встречать в приемной комиссии. Я являюсь руководителем приемной комиссии нашего Института, и вы все в любом случае через меня пройдете. Дело в том, что те ребята, которые у нас сомневаются в своих баллах, если вы сдали на 260+, вы уже думаете о том, что вы скорее всего-то на бюджет поступите. Но если вы сдаете средничково, то, естественно, необходимо и задумываться о том, что лучше подать документы еще и на контракт. Вот когда вы подаете документы, в первую очередь для того, чтобы вам подать документы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Буду студентом», это социально-образовательная сеть, ну, наподобие ВК, да, можно сказать. Вы заполняете все полианкеты, прикрепляете документы. Заявку, кстати, вы подаете только после того, как у вас будет аттестат либо диплома в образовании на руках, потому что там необходимо скан, да, приложить. Без этого заявления просто не распечатается. Вы регистрируетесь и подаете заявление, заявление о приеме. И вам будет предложено на выбор, то есть вы выбираете КФУ, Институт международных отношений, допустим, направление подготовки, лингвистика, вы подаете отдельно на бюджет, сохраняете, распечатываете, подписываете, сканируете в PDF, прикладываете в эту систему. Затем вам необходимо снова нажать Институт международных отношений, лингвистика, уже контракт. Также распечатываете, подписываете, сканируете и вкладываете. И это будет считаться одним заявлением. То есть не надо думать, что вы израсходуете, да, вот эти свои возможности, пять заявлений, пять направлений подготовки, пять вузов и так далее. То есть вы подаете в рамках одного направления, можете подать на лингвистику, на очную, заочную и на контракт, и на бюджет, на очку и на контракт, и на бюджет. И это будет считаться одним заявлением. То же самое педообразование, да, у нас есть педообразование химии, биологии и так далее. А есть в педообразовании история. Так вот, вы когда подаете на разные педагогические направления, то есть на разные профили подготовки, это будет читаться не 10 заявлениями, а только одним заявлением. Поэтому все могут претендовать, конечно же, на контрактную форму обучения. Скажите, а есть ли у вас программа двойных дипломов? Да, Лилия Анастасовна, я хочу передать слово вам, поскольку у нас профилирующий заместитель директора. Хороший вопрос. Вообще программа двойных дипломов это вещь достаточно сложная, но мы ставим такие задачи перед собой, потому что очень понятно, что это интересно для наших абитуриентов, это интересно для наших студентов, для тех, кто будет поступать и хотел бы иметь двойной диплом. Я когда говорила про латиноамериканское направление, забыла немножко сказать, я все-таки добавлю, потому что я сказала про планы, но у нас уже есть сотрудничество с двумя университетами Перу, университет Лимонорте Сезар-Валеехо и университет Сан-Маркос в Перу, это вообще старейший университет Латинской Америки, у него более чем 500-летняя история, то есть это самый старый университет в той части мира. И вот мы с ним сотрудничаем, у нас даже преподаватели туда выезжают читать лекции по истории, по этнографии, потому что как раз это направление, оно традиционно пользуется интересом. Вот на самом деле, когда мы про себя говорим, да, вот особенно то, что мы в Татарстане, это считается само собой разумеющимся, что здесь у нас такое сосуществование и взаимопродикновение культур. Но именно этот момент, он очень привлекает всех наших коллег, которые приезжают из других стран. То есть это интересно было и нашим европейским, голландским коллегам, это интересно и нашим бразильским коллегам, это интересно и нашим перуанским коллегам. То есть практически вот этот момент, он как бы всех интересует. Поэтому да, мы планируем развивать дальнейшие программы. Другое дело, что как бы вот для себя очень хорошо сейчас оцениваем, какое направление действительно стоит развивать, потому что это такая нерядовая история. Вопрос, который поступил от нашего зрителя. Можно ли поступить на магистратуру, если ты не изучала языки? Ну, вообще на самом деле в магистратуру можно будет поступить, даже если ты физик или химик, и поступить на лингвистику, да? Естественно, базовое знание иностранного языка нужно. Кстати, высшая школа иностранных языков и перевода, руководителем которой является Сабирова Диана Рустамовна, она всегда отмечает на дне открытых дверей, что они реально осуществляют подготовку по иностранным языкам у всего Казанского федерального университета. Потому что именно наша высшая школа является вот как раз работником таким, как называемым, да, на межфакультет. То есть и ребята, которые учатся на физико-математическом направлении, да, на, естественно, научных направлениях подготовки, они все изучают иностранный язык. И какое-то, да, уже знание определенного языка иностранного, в основном это, конечно, английский язык, да, у них уже на данный момент есть. Другое дело, когда человек поступает в магистратуру, он должен сдавать экзамен. Вот эти вступительные испытания в магистратуру, да, это одно испытание. Если вы, поступая на бакалавриат, сдаете три, либо четыре, да, вступительных испытаний, либо ЕГЭ, то в магистратуру на одну программу, да, либо там на одно направление, в зависимости от того, как это все рассматривается в контрольных цифрах приема, вы поступаете и сдаете только одно вступительное испытание на программу, либо на направление подготовки. И здесь, допустим, если мы говорим о лингвистике, то здесь, конечно, базовое знание иностранного языка, оно приветствуется. То есть если вы собираетесь поступать на бюджет, естественно, вы должны понимать, что вы будете переводчиком, где-то, может быть, вы будете синхронистом. Если вы поступаете на теорию-методику преподавания изучения иностранных языков и культур, то вы можете стать и преподавателем иностранного языка, и, естественно, это необходимо. Если вы поступаете на востоковедение, африканистику, Степа у нас учится на востоковедении, но он пока на бакалавриате еще учится, вполне возможно, что потом пойдет и в магистратуру. И здесь, конечно же, тоже необходимо знание восточных языков, потому что там собеседование проводится на этих языках, на корейском, либо на арабском, либо на турецком, либо на китайском языке. И поэтому в любом случае какое-то знание языка нужно. Есть направление подготовки, где это не обязательно. То есть у вас есть уже определенный какой-то фундамент у себя в голове, вы прекрасно понимаете, что вы знаете историю международных отношений, историю отечества. И вы спокойно можете поступить и на международные отношения, и на историю, и на реставрацию, на историю искусства. Этих направлений большое количество на самом деле. Но если вы выбираете для себя вот эту языковую стезю, конечно же, я рекомендую позаниматься дополнительно с репетитором. Или же пройти курсы подготовки в Центре развития компетенции Универсум Плюс, который вот находится на павесу Кремлевская, 35, 3 и 4 этажи. Там регулярно у нас Ольга Игоревна Донецкая руководитель принимает так называемых слушателей, да, вот этого центра. И готова помочь ребятам укрепить знания иностранного языка, и даже с нуля. Причем различные школы проводятся, как зимние, так и летние. Поэтому если вас вот это интересует, вбейте просто в гугле Центр развития компетенции Универсум Плюс, и вы дополнительно получите возможность за небольшие совершенно деньги улучшить, укрепить знания иностранного языка. Спасибо. Скажите, а если мы будем говорить об иностранцах, нужны ли им, во-первых, какие-то дополнительные особые справки медицинские, чтобы прилететь в Россию? И, во-вторых, какие сроки проведения вступительных экзаменов для них? Ну, на самом деле, для иностранцев, да, ситуация отдельная. У них будет несколько волн вступительных испытаний. Расписание будет у нас на сайте Казанского федерального университета. Можно прямо так и вбить. Расписание вступительных испытаний, бакалавриат, да, иностранным гражданам, да, либо просто там есть вкладка «Иностранным гражданам», и спокойно можно пройти по этой ссылке и получить информацию о том, когда у нас планируется эти экзамены. Да, у нас будет в июне, в июле и в августе. И ребята, в зависимости от того, как быстро они получают свои дипломы, да, о предыдущем образовании, затем им надо пройти на старификацию, то есть подтвердить, да, свой диплом, они подают документы и заявления, да, на направление подготовки и обучения. Что касается... Второй вопрос какой у вас был? Так, это мы про справки, да. По поводу справок, да, особо. На самом деле в Казанском федеральном университете дополнительные справки нужны на одно лишь направление подготовки, на педагогическое образование. И справка эта называется 086У. Она выдается в любом абсолютно образовательном медицинском учреждении, проходится и, соответственно, вы сдаете уже после зачисления. То есть до этого думать об этом не нужно. И вот поскольку сейчас мы тему справок затронули, это больше всего, наверное, касается при заселении в общежитии. Вот все, расскажи, ты когда заселялся в общежитии, какие справки нужны? Что нужно? Какие документы нужно собрать ребятам, чтобы заселиться? Ну, в первую очередь, это, наверное, документы, которые подтверждают вашу личность. Это паспорт, потом еще нужны ННН, СНИЛС, фотографии нужны для того, чтобы, собственно, сделать ваш пропуск в общежитие. Также нужны копии флюорографии за последний год. И анализ крови нужно еще там сдать на РВ. Если не ошибаюсь, это, по-моему, все документы, которые нужны при заселении. Хорошо. Но там еще, причем, этот анализ крови, он действует определенное количество времени. Месяц. Только месяц действует. Ну и, соответственно, вот эти документы при заселении вы собираете именно после того, когда вы уже знаете, что вы поступили, у вас уже есть приказ на руках, и вы имеете право для заселения в общежитие. То есть это, наверное, такие вот основные. И плюс, конечно же, иностранцы у нас делают медицинскую страховку все в обязательном порядке, когда приезжают, им тоже необходимо будет вот эти моменты уточнить у нас. Ну и на опыте предыдущих лет тоже, наверное, хочется добавить, что справки все необходимые лучше делать дома до приезда, потому что когда приезжают, там очень тяжело все это собрать, и обычно бывают в поликлинике большие очереди. Так что перед тем, как вы приезжаете заселяться, лучше дополнительно все справки уже сделать. Вот то, что сейчас все обскала по поводу заселения, это касается не только иностранцев, это касается и россиян. У нас очень много ребят из региона к нам приезжают, и, конечно же, вот эти моменты они спрашивают. У нас есть, кстати, очень хорошая социальная сеть, в социальной сети группа АСК и МОЯ уже о ней говорила, я думаю, что коллеги вот сейчас во время эфира запишут это название. У нас есть эта группа абсолютно практически во всех социальных сетях, она доступна и для иностранцев в том числе, да, это и в ВК, и в Фейсбук, и на Ютубе у нас, и в Одноклассниках мы есть, да, и есть в различных других социальных сетях, таких как ЮКЮ, РенРен, Уичат и так далее. То есть даже в Какао Толке теперь у нас есть свой аккаунт. А также подписывайтесь на наш ТикТок. Я думаю, на сегодня это все. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за столь подробную информацию. И, конечно же, напоминаю вам, дорогие друзья, что это был Инсталайв, Я Надежда Мещерякова. Спасибо за то, что смотрели, а вам спасибо за то, что пришли. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!